здравствуйте друзья с вами светлана герман и наш канал германского и наш канал украшение сказки и рецепты сегодня у нас бусы но прежде конечно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки мы всегда рады любому хорошему общению и так перед вами сегодня бусы и этот комплект сделан из нового материала ура у нас получилось купить его и прежде чем разобрать сейчас вот эту всю красоту и показать по очереди и на столе и манекене я покажу вам остатки материалов из которых я делала ребята с покупкой это был целый квест это мы потом как-нибудь расскажем после карантина вот что это были за бусины вот сюда герман покажи пожалуйста вот видите это были мы купили вот такие габлита бусины голубые разных размеров и еще мне не осталось вот такие маленькие палочки и и темно-синие бусины на них было написано натуральный камень тонированный и вот из этих собственно бусины получилось то что мы сейчас увидим итак приступим первый комплект с которого я хотела бы начать демонстрацию этой коллекции состоит из крупных бусин габлита тонированных синих камушков вот этих бусин натуральных 6 миллиметровых и розового ярко-розового силиконового шнура я здесь применила очень мало металлической фурнитуры она медная и немного бронзи сделала вот такую длинную одну нитку она где-то 50 сантиметров покороче вот да еще здесь применен коралл маленькие совершенно маленькие такие вставочки здесь как проставочные как проставочные бусины видите вот эти сколы красного коралла и 42 сантиметра вот эта маленькая нить я думала сделать модные длинные серьги нос решила что сюда пойдут так как цвет очень яркий насыщенный я не стала перегружать смысловыми какими-то вещами тут вот длинными например серьгами этот комплект и сделал такие маленькие акценты просто в ушах сережки и вот такой браслет небольшой на проволоке с памятью с одной центральной бусиной крупные и темно-синими бусинками по бокам и так вот на манекене показываем порциями первое колье выглядит вот таким образом летний совершенно нарядный вариант и браслет и серьги дальше можно носить вместе так как это комплект естественно можно носить вместе вот эту нить подлиннее надеваем получается такое достаточно массивное летнее украшение и в то же время она легкая потому что здесь много розового цвета и сочетание такое достаточно летнее легкое ну и вот так выглядит это украшение более длинный вариант на манекене а вот этих камушки красные неравномерно это что за камушки вот это короли то что очень красиво следующий комплект который также можно носить раздельно друг от друга это два колье и серьги первое вот такое на кожаном шнуре на мягком колье я просто показываю вам его до длину с подвижными вот такими колечками здесь элемент всем известная дуга которая обычно мы надеваем на тросик или на проволоку с памятью я пришла к такому решению что ее очень нарядно надеть вот на этот березовый шнур видите он прозрачный и здесь я сделала подвеску из синего тонированного натурального камня вот этих серебристых вставочек различных и центральные два элемента я соединила между собой вот такой идеей то есть здесь камушек гавлита бусинка гавлита с вот с этими же колечками которые у нас здесь есть подвижные совсем два элемента крайних они расположены по бокам вот так как выглядит на манекене посмотрим к этому же колье вот такие небольшие бусы которые выполнены из натурального тонированного синего камня но когда я их помыла придя домой оказалось как мне кажется что это не камень а видите это ракушка это прям перламутр вот и то есть не очень качественно прокрашена но тем не менее после оба омывания этих там этих элементов мне даже больше стали нравиться эти бусины потому что они приобрели такой интересный какой-то вид то есть как раз проглядывает та натура из которой они сделаны это мне напомнила историю про мексиканского тушкана и шанхайских красок посмотрите как то есть то что нам продают часто как натуральное оказывается хоть и натуральное но вовсе и не камень но в данном случае очень интересный вариант получилось тоже посмотрите вот даже в середине при попадании света на вот эти проплешинки они именно перламутром и отливают и вот такие серьги они повторяют вот эти квадратные элементы повторять те элементы которые у нас подвески ну и понятно что далее продолжается это как в тон всему этому комплекту цветовая гамма и камни посмотрим как это выглядит на манекене наше колье на кожаном шнуре на манекене вот как это все выглядит обратите внимание как это хорошо ложится и лежит само по себе сочетается с серьгами и выглядит вот таким образом понятно что здесь у нас застежка там где и положено быть здесь подвижные колечки и само колье сама вернее подвеска вот таким образом лежит на груди что касается дополнение вот дополняющий элемент то есть вторые бусы которые сюда мне кажется очень даже подходит и они как бы усложняют немножко первое колье по той простой причине что все же кожаный шнур есть кожаный шнур а это бусы которые дополняют и подвеску и наполняют другим каким-то содержанием это украшение естественно можно носить и просто эти бусы без первого колье и серьгами тоже очень даже замечательно смотрится и последнее колье без серег без браслета выглядит таким образом это тройное колье видите она выполнена из бусин трех размеров крупные внизу среднего размера вот бусинки гавлита в середине и маленькие вот эти столбики цилиндрики в самом верхней части самой верхней нити этого колье то что касается середины видите она выделена здесь маленькими двумя жемчужин у нас хоть у меня просто осталось вот только две этих жемчужинки я их сюда применил на верхней части у нас белый тоненький силиконовый шнур и соответственно здесь я продолжаю до вот этих креплений круглых синий голубыми столбиками 3 нити здесь я соединил видите просто колечками закрыв кримпы почему я так сделал именно колечки здесь ну во первых потому что если я сюда вставляю зажимные бусины то они начинают толкаться между собой и расходятся эти три нити эти же колечки они и дизайнерскую роль выполняют свою и в то же время они закрывают кримпы то есть и камуфляж и дизайн в одном лице ну и на верхней части здесь два на всяких случаях я сделала два карабинчика по что вдруг придется прикрепить каким-то другим более длинным или коротким бусом я сделала два карабина здесь двойные колечки которые прочно держат эту конструкцию посмотрим на манекене вот так выглядит это последнее колье из данной коллекции на манекене вы видите как это все лежит очень хорошо здесь сыграли мои последние нам сказать шапочки вот эти плоские которые у меня были из остатков былой роскоши вот они здесь хорошо так лежат и и собственно говоря это колье очень комфортно смотрит очень комфортно носится она прекрасно смотрится потому что цвету не очень насыщенный и само по себе она достаточно нарядно будут какие-то греческие мотивы для меня все это имеет просто голове там музыка муки сатиадаракиса звучит хорошо главное что вообще вызываются какие-то ассоциации думал как приятный я думала как я назову эту коллекцию в instagram я уже ее назвала я ее назвала голубое и розовое отлично голубое и розовое я бы назвала голубое и немного розового но розовая вот когда герман покажи вот если получится видите розовая все же бросается в глаза нельзя сказать что немного розового это голубое и розовое так что эта коллекция так вот наша коллекция голубое и розовое готова друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки мы всегда рады общению и конечно же желаем вам красоты здоровья и удачи и всем всего самого-самого хорошего пока 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 пока